всем привет выкопали мы на днях наше поле с картошкой новые виллы после сколько тут грядки картошки 5 метров 5 метров до вот такие вот шикарные веерные виллы небольшое наше полюшка осталось у нас сейчас свекла морковочка и красная свекла там еще подсолнухи стоят вдалеке но самое главное что с картошкой мы справились картошка так себе на троечку я здесь скудная и сделали мы вот такую компостную кучу тут на поле в общем в этой части хотим посадить тыкву она здесь совершенно не растет потому что земля никакая но для этого вот нагребли всю траву что папа косил вот с этого бурьяна вообще-то начале было сено но дожди пошли мы в общем сено не уберегли она уже начала гореть поэтому ушло на компост но и тут тут же сорняки которые у нас были пошли сюда сейчас я покажу какая здесь огромная тыква растет просто мега огромная такая здесь растет тыква поэтому под тыкву будем делать отдельную хорошую грядкой я вот так же у себя на огороде формирую грядку под тыкву здесь у меня что-то наподобие компостной кучи сваливаю сюда траву сорняки какие-то отходы бытовые пока все это выглядит неприглядно но когда перегниет я думаю тыковка будет хорошая заодно и сравним смысл грядок будет одинаковый но будут они расти на разной земле и поэтому проверим как где такого получится лучше а еще у нас осталось вот это вот мое экспериментальная полюшка с картошкой возле дома тоже почти картошки не видно но кое-где даже зеленая стоит она у меня в сене в соломе в общем в мульче растет тоже скоро будем выкапывать вот такие раскидистые кусты я здесь уже подкапывала показывала в предыдущем видео очень мне интересно какая здесь получится картошка здесь картошкой я вообще не занималась иногда пропалывалась она не поливали и два раза только от жуков обрабатывали но без этого никуда ничего не окучилась общем честно не делалось поэтому посмотрим вы здесь будет результат кстати а вот и сама картошка с нашего полюшка но здесь она уже так помытая и ее перебрали здесь как раз на еду картошка много конечно курёшка отошло мелкой картошки на семена пока мало оставили ну в общем все надежды у нас на картошечку под мульчей может быть оттуда что-то возьмем на семена я горю картошечка на троечку разная на 12 сентября у соседей цветет вишня у нас повторно распустилась калина бульдонеж почуяли они мне кажется весну а не осень ехали мы с дашей за пилочками загружаем вон там какие опилочки 19-20 мешочков пока а 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 загрузили немножко горбыля но горбыль никакой долго мы выбирали из этой кучи общем более-менее загрузили будет искать еще какие то место с горбылем А еще, помимо вчерашних опилок и горбыля, сегодня мы съездили за был стройматериалом. Еще у нас где-то шифер же спрятанный большой был, да? Ну ладно. Забили всю газельку, сижу я в самом углу. Вот, взяли досок бэушных, бревен и много-много-много шифера. Будем достраивать свои сарайки. В общем, все приходится. А у нас праздник. Мы перекрыли наконец-то крышу полностью всю. Тут у нас крыша подтекала на нашем красивейшем, просто великолепном утятнике недостроенном. Подтекала крыша. Приезжал папа. В общем, мы ее перекрыли. Здесь теперь ничего не течет. Осталось только доделать стены. Утятники у нас уже есть и из чего делать. Все мы привезли. Нужно только найти время. Ну, синик у нас был закрыт. Сюда же мы сложили опилок, которые привезли. Вот они у нас накрыты пленочкой. Опилки для строительства. Под подстилку еще не привозили. И положили крышу. Сейчас там у нас кролик стоит. А так в идеале это будущий козлятник. Ну, или перепелятник. Или перепелятник с козлятником. Ну, я как бы много козочек не планирую. Одну козельку себе завести. Я думаю, если что, с пелочками и с Васькой они как-нибудь потеснятся. Но это пока так в далеком будущем. Потому что здесь у нас только крыша. И получается и все. И будущий каркас. Там сейчас у нас Васька. Ну, Васька там так и будет зимовать. Да, Васенька? Что-то Васенька точит. Завтракает. Ваське мы купили на зиму комбикорма. Сено пока доедает старое. Посмотрим. Сено много. Но оно не первой свежести. Если что, тогда потом, может быть, пару маленьких свечков сено купим. Но я думаю, он здесь не замерзнет. Все-таки у него шубка есть. Ну, если вдруг будет совсем холодно, мы будем уже как-то думать, что и как. Тут курешкам очень нравится ходить. И зимой им тут очень будет нравится гулять. Потому что снег сюда не будет попадать. На дворе у нас так еще пока полнейший беспорядок. Сейчас у кур спад на яйценоскость. Одно-два яйца. Возможно, они в линьку пошли. И как раз самое время при таком спаде их профилактику проводить от глистов. Чем мы сегодня и занялись. В общем, с сегодняшнего дня. По инструкции написано 4 дня. Мы яйца не едим. Эти все яйца... Ну, не знаю. Может быть, сварим и кузе отдадим. А может, и просто выкинем. В общем, вот так. Самый сезон для профилактики. Молотки еще не занеслись. Как раз все хорошо. Молотки должны, по моим предположениям, в октябре занестись. Но у нас, кстати, какой-то не очень благоприятный месяц получился. У нас петушок один молоденький, породистый. Почему-то внезапно умер. Днем было все нормально. А потом я прихожу, он лежит, вытянувшийся. Непонятно. В общем, среди уток тоже был падеж. В общем, наступила осень. Наступили веселые времена в хозяйстве. Все куры сейчас дома сидят, арестованы. Потому что соседи у нас решили не закрывать свои калитки. Ну, а наши ходят к соседям в гости. Нам это совершенно не нравится. Летом все закрывали калитки. А сейчас за урожай свои не боятся. Так как огороды уже почти убраны. Оставляют все на распашку. Ну, а наши, естественно, ходят. Петуху сегодня крылышки опять подстригли. Потому что закрытый лаз у нас ему тоже не помогает. Он через забор перелетает. В общем, надо и тут забор делать хороший. Такие у нас новости. Сейчас покажу мелких уточек. Наши подрастающие утятки. Погода у нас, конечно, испортилась. На улице холодно. Ну, вот они гуляют. Даже самые маленькие гуляют с курочкой. И уточка тут с ними. А я сегодня в утятнике одной маленькой уточки перебила лапку. Не знаю, насколько сильно она у меня сейчас дома. Ходить она не может. В общем, дверью случайно я ее зажала. Сейчас несколько часов я ее только нашла. Такие вот нерадостные дела. Эти растут. Купили им комбикормы. Еще мешок. В общем, все растут потихонечку. И рахитики наши растут. И лысенькие уточки набирают оперение. И поскорей бы. Скоро все-таки совсем заморозки. Распустились хризантемки. Распускается потихонечку. Это вот новая желтенькая хризантемка. Только недавно пересаженная. Это, не знаю какого цвета, поломанная мною хризантемка. Еще у нас на другой клумбе не приступили к распусканию. Мы их будем сюда пересаживать. Купили еще одну хризантемку. Ее тоже будем сюда высаживать. Тут, наверное, сделаем уголок для хризантемок. Тут еще астры цветут. Но клумба так уже унылая.